доброго времени суток всем кто смотрит сегодня наш вебинар сегодня мы затрагиваем одну из самых важных тем которые волнуют большинство людей живущих в социуме эта тема качество жизни и многие многие люди задаются вопросом как же достичь максимального благополучия три сферы которые волнуют людей больше всего эта сфера денег эта сфера здоровья эта сфера отношений деньги здоровья отношения деньги здоровья отношения если у человека достаточное количество денег если он не живет в кредит так сегодня рекомендуют нам некоторые представители официальные представители социума не говорят что жизнь кредит это хорошо это полезно да это один из вариантов жизни но есть и другие варианты когда можно жить не в кредит а можно приумножать существующие денежные потоки это совершенно другое качество жизни так вот деньги здоровье отношения если у вас достаточно денег если их вашей жизни прибывает если у вас хорошее здоровье если вы утром просыпаетесь состоянии радости у вас ничего не болит если вы вечером засыпаете также в состоянии радости у вас ничего не болит если вы занимаетесь любимым делом и при этом у вас замечательные отношения с вашими близкими то можно сказать что вы вполне благополучно если в одной из этих сфер нарушается баланс то люди испытывают денежную нехватку люди испытывают болезни болевые ощущения и люди испытывают стрессы от конфликтов от конфликтов в общении так как же гармонизировать все эти сферы каким образом это сделать минимально короткие сроки ну я буду с вами абсолютно откровенен и смысл нашего общения заключается исключительно в том чтобы показать вам как людей направляют бегать по кругу и при этом они не решают своих главных основных жизненных задач большинство людей не могут определить своего предназначения и не могут полностью определить своей функциональности почему потому что этим знанием не обучают в школе этим знанием не обучают в институте потому что таким образом гораздо легче управлять людьми такова правда жизнь и все же эти знания становятся доступными хотя они еще и до сих пор является очень и очень редким перейдем к делу смотрите сколько курсов сколько тренингов которые учат людей быть богатыми здоровыми и счастливыми при этом давайте посчитаем сколько людей которые действительно живут благополучно счастлива в достатке в изобилии сколько вы знаете таких людей и относитесь ли вы сами к таким людям без преувеличения вот просто искренне положа руку на сердце можно сказать я счастлив я занимаюсь любимым делом я нужен людям люди ждут встречи со мной у меня достаточное количество денег у меня интересные планы меня окружают люди которые любят меня которых люблю я я занимаюсь спортом фитнесом йогой я чувствую себя прекрасно я выгляжу гораздо моложе своих лет я много путешествую и я по-настоящему счастлив как много людей при наличии огромном количестве курсов тренингов обучающих систем могут такое сказать положа руку на сердце факт остается фактом таких людей меньшинство почему потому что мир или вот та самая матрица о которой идет речь и мы понимаем что речь идет о матрице управляющий сознание не позволяет так просто выйти в мир свободы и благополучия когда человек транслирует низкую частотную вибрацию низкочастотную вибрацию внутри себя то он создает определенное излучение это излучение является пищей для определенных систем пищи для паразитирующих систем и это энергии называется гавах до тех пор пока человек не научится аккумулировать энергию пока он не поймет свою энергоинформационную природу он не сможет выйти на другое качество жизни и мы сегодня обучаем этим процессом эти процессы взяты не из головы эти процессы сегодня синтезированы в основе нашей системы лежит синтез научных духовных и практических знаний давайте реально и конкретно посмотрим как действует эта модель каким образом человек попадает в ловушки и как из них выбраться в минимально короткие сроки и так человек это энергоинформационная система большинство уже это воспринимает нормально потому что еще пятьдесят шестьдесят семьдесят лет назад сказать что человек это энергоинформационная система было бы для многих непонятно мы сегодня представляем собой энергоинформационную систему интегрированную в единое квантовое пространство это научно доказанный факт мы саморегулирующаяся система но эта система которую представляет человек с момента рождения подвержена определенным программам и первая программ это генетическая почему у вас такая форма носа почему вас такой цвет лица почему у вас такой рост это генетика почему вас такие наклонность и генетика также во многом определяет стремление к благополучию или наоборот одна из программ которые генетически передаются звучит так Нежели богато, нечего и начинать. Это проявление генетической программы, которая умножается еще на программу социальную. Социум формирует сознание человека. Если вы при той же генетике, с той же генетической программой в детстве, в самом раннем возрасте переехали бы в другую страну, на другой континент, вы мыслили бы совершенно по-другому. Есть еще одна программа, которая определяет успех и благополучие человека. Это астропсихическая программа. Сегодня уже ученые установили, что влияние космических объектов на человека колоссально. Солнце, Луна, другие планеты, Юпитер, Сатурн, Меркурий, все они влияют на человека. И у серьезных правителей и в древние времена, и сегодня есть профессиональные специалисты, которые говорят, что следует делать, а что не следует делать в тот или иной период жизни. Это тоже факт. Итак, человек это энергоинформационная программа, энергоинформационная система, которая взаимодействует с другими видами систем. И вот этих других систем девять. Если вы имеете правильный энергообмен со всеми девятью сферами, то вашу жизнь можно назвать счастливой. Если нет, то иногда вселенная может дать человеку кредит, но потом за этот кредит придется расплачиваться очень и очень серьезно. И таких примеров огромное количество. Когда люди, устремляясь только к деньгам, манипулируя сознанием других людей, манипулируя другими людьми, получают все-таки деньги, но не получают счастье, а потом расплачиваются и сами, и расплачиваются через своих детей. Потому что нарушен генетический код целого рода. Абсолютное большинство людей не умеет общаться с энергией рода. Абсолютное большинство людей не умеет общаться с энергией планетарной и космической. Так вот эти девять систем, которые мы сейчас с вами разберем и с которыми мы обучаем правильно общаться. Первая энергосистема это единое разумное квантовое пространство. Разумная вселенная, высший разум, абсолют, Аллах, Творец, источник всего сущего. Это можно называть как угодно. Но в последние годы наука, открыв наличие этого разума, назвала его разумным квантовым пространством. Почему квантовым? Потому что на квантовом уровне не делится это поле. Оно является единым. И человек как система, научившись взаимодействовать с этим полем, получает невероятно мощный ресурс. Почему все, абсолютно все, без исключения духовные системы, учат человека в первую очередь взаимодействовать именно с источником жизни. Этому учит Иисус, этому учит и Магомед, этому учит и Моисей, этому учит фактически и Будда, только он это делает, естественно, своим путем. Но самое главное, что установив это взаимодействие, внутри вы получаете совершенно другое состояние. Сам человек, как оторванный от дерева лист, не представляет никакой ценности. Он просто вянет, оторвавшись от дерева, и вянет очень скоро. Но если он, находясь на дереве, подпитывается этой энергией, то он достаточно долго зеленеет, столько, сколько необходимо. Итак, первая система – это единое разумное квантовое пространство. Как с ним взаимодействовать? Это пространство имеет свойство усиливать все то, что транслирует человек. Если человек сейчас транслирует низкую частоту, низкую эмоцию, низкую вибрацию, то поле, разумное квантовое поле усиливает эту вибрацию. И если человек транслирует высокочастотную вибрацию, радость, благополучие, то поле усиливает радость и благополучие. Но большинство людей не понимают, как это работает. И зачастую они посылают во Вселенную множество низкочастотных импульсов и претензий, которые проблемами и болезнями возвращаются в их жизнь. Первое. Мы учим правильно, грамотно и четко взаимодействовать с источником жизни, который наполняет абсолютно всю Вселенную. Без этого невозможно достичь истинного благополучия. Второе. Это энергия рода. Система энергоинформационная, с которой человеку крайне необходимо общаться. Наладив информационно-энергетический обмен, человек достигает благополучия в социуме и достигает благополучия в семейной жизни. А есть множество людей, которые не умеют общаться с родителями и понятия не имеют, как влияет энергия рода на их жизнь. Но существует непреложный закон, так же, как существует в мире закон тяготения. Этот закон гласит так. Этот закон можно сформулировать так. Если вы нарушили взаимоотношения со своим отцом и с энергией рода по отцовской линии, вы не достигнете благополучия в социуме. Если вы нарушили энергообмен со своей мамой и энергией рода по линии матери, вы не сможете создать гармоничных отношений. Третье – это члены семьи, энергоинформационная система – это семья. Четвертое – это тело. Наше физическое тело – суть проявления работы множества других тел. И если болеет наше тело физическое, это говорит о том, что произошел сбой в энергоинформационном модуле. Как с ним правильно взаимодействовать? Люди не знают. Большинство людей не любят свое тело. Они стесняются его. И такой подход создает множество болезней. Пятая система – это планета Земля. Мы живем на разумной планете. Планета обладает разумом, дает жизнь всему живому. Но большинство людей не знают, как взаимодействовать с этим. Шестая энергоинформационная система – это солнечная система. Солнце имеет колоссальное влияние на жизнь каждого живого существа. Так же, как и Луна, так же, как и другие планеты. Мы в нашей системе учим человека наладить контакт с тем космическим объектом, который на него оказывает наибольшее влияние. Следующая система – это социум. Смотрите, как коварно расставлены ловушки. Сколько людей, которые предъявляют претензии социуму, предъявляют претензии правительству, предъявляют претензии налоговой службе, предъявляют претензии друг к другу, предъявляют претензии полиции, дорожной. Другое. К чему это приводит? К тому, что блокируется обмен энергиями, потому что любая претензия – есть блокировка. И вот эта блокировка приводит к тому, что у человека возникают, соответственно, проблемы в социуме. У него становится все больше и больше долгов, у него становится все больше и больше болезней, только по той причине, что он сегодня предъявляет претензии банкам, которые его кредитовали, предъявляет претензии налоговым службам, да и всему прочему. Любая претензия, как я уже говорил, есть причина болезней и финансовых недостатков. Любая причина, любая претензия. Следующая система – это система наставников и учителей. Вы пользуетесь знаниями, которые вам передали другие люди. Насколько вы сегодня благодарите эту систему? Существует такое понятие парампора, преемственность учителей и учеников. В социуме она строится по определенному алгоритму. Но когда человек не выражает благодарность тем людям, которые его научили чего-то хорошему, он тоже блокирует определенный энергообмен. И, наконец, девятая сфера – это профессия. Когда человек занимается своей профессией, правильно выбранным делом, то он получает и результаты, огромные результаты, и получает признание и удовольствие, потому что он занимается любимым делом. Но если он начинает критиковать людей, которые занимаются тоже этим делом и предъявлять ему претензии, опять происходит сбой правильного обмена энергиями, и человек начинает страдать. Вот они, девять сфер, еще раз закрепим. И для того, чтобы достичь в минимальные сроки максимального благополучия, нужно перестать просить у Вселенной то, что вы хотите, а начать выполнять то, что необходимо выполнять человеку. Такое, существует такое понятие на Востоке – дхарма, выполнение предназначения, выполнение определенной программы, которая уже заложена, уже заложена в человеке. Еще раз давайте зафиксируем эти девять энергоинформационных систем. Разумное квантовое пространство, семья и род, род – это родители и род, третье – члены семьи, четвертое – тело, пятая – планета Земля, шестое – это космические объекты, солнечная система, седьмое – это социум, восьмое – это учителя и наставники и девятая – профессиональная сфера. Научившись обмениваться энергией с каждой из этих систем, вы начинаете замечать, как абсолютно все в вашей жизни трансформируется, меняется. Абсолютно все. Вы устраняете низкочастотные импульсы страха, претензий, обиды и чувства вины. И к вам устремляются энергетические потоки. Каким образом это взаимодействует с тремя главными сферами, о которыми я говорил? Здоровье, деньги, отношения. Прежде всего, устранив эти энергоблокировки и следуя своему предназначению, которое мы помогаем определить и будем об этом говорить в Санкт-Петербурге очень мощно и глубоко, там вы получите такие серьезные и мощные ключи, выполняя которые, выполняя эти программы, в ближайшие 108 дней ваша жизнь кардинально изменится. Просто кардинально. То есть, если у вас были конфликты с родителями, с близкими, с начальниками, с подчиненными, с друзьями, применяя эти методики, вы увидите, как в энергоинформационном пространстве начинает движение другого качества энергии. Так вот, для того, чтобы в минимальные сроки максимально улучшить качество жизни, в первую очередь нужно осознать себя не просто как физическое тело, а как энергоинформационную систему, которая производит энергообмен с другими системами. Большинство курсов и тренингов учат искать человека счастье вовне. Они говорят, достигни этой цели, получи машину, получи квартиру, и ты будешь счастлива. Но практика показывает, имея машину и имея квартиру, человек не становится счастливым, если у него есть нарушение в энергоинформационном обмене. Вот как обстоят дела. Следующее, что нужно понимать. У каждого человека есть свое предназначение. У каждого человека есть дело, для которого он создан. Нет таких людей, у которых не было бы такого дела. И существует алгоритм выявления своего предназначения. Он во многом основан на древних духовных знаниях. Не случайно каждый человек рождается в определенный день, месяц и в определенный час. Все это имеет цифровое значение. Вселенная вообще вся говорит языком цифр. Математика царица всех наук. Цифры правят миром, сказал Платон. И ему вторили и Архимед, и Никола Тесла, и многие другие ученые. Мы сегодня раскрываем эти знания. Мы не даем рекомендации, подобные фастфуду. Завтра у весов хороший день. На самом деле это абсурд, который приводит людей либо к отторжению этой науки, либо к недоверию. Но в любом случае подобного рода рекомендации являются на самом деле вредными. Каждый человек получает свой космический паспорт. И в этом космическом паспорте уже рассказано о его предназначении. О том, что у него будет лучше получаться, а что хуже. И эти паспорта мы с вами будем понимать, как их раскрывать на нашей встрече, на нашем фестивале в Санкт-Петербурге. В чем заключается предназначение человека? Не все готовы ответить на этот вопрос. Сегодня у меня была встреча, и я тоже задавал этот вопрос в аудитории. В чем заключается предназначение женщины? И вы знаете, кто-то говорил, в том, чтобы родить ребенка, в том, чтобы быть счастливой. Самые разные произносились варианты. Я вам хочу сказать, ни одна женщина не назвала все пять предназначений. А это значит, что она не выполняет предназначение, не способна ни сама быть счастливой, ни способна помочь своему мужчине реализоваться. То же самое происходит с мужчиной. Как понять свое предназначение? Как найти свою работу? Как интегрировать себя в этот удивительно точный, сложнейший механизм, и в то же время очень простой, если ты его понимаешь? Об этом сегодня рассказывает Тор Систер. Очень просто. Я в нескольких словах дам вам эти рекомендации. Если вы нашли дело, которое приносит вам радость, это значит, что вы близки к выполнению своего предназначения. Или, говоря языком древних знаний, к выполнению своей дхармы. Но это еще только начало. Мы сегодня живем в мире, где существует изобилие товаров, услуг, чего угодно. Но при этом изобилии совсем немного людей, которые испытывают радость от того, чем занимаются. Так вот, сегодня абсолютно любой предмет и любая услуга не просто нуждаются в продавце или в покупателе, они нуждаются вот в этом энергетическом окрашивании. Когда человек с любовью готовит пищу, вы пробуете это и говорите, это приготовлено с любовью. Да, это приготовлено с радостью. Так вот, любой продукт, если он не наполнен радостью, он не будет продвигаться на рынке. Радость – это ключевое слово. Радость не может существовать рядом с страхом и вместе с претензией. Если вы радуетесь, вы не можете бояться. Вы либо боитесь, либо радуетесь. Либо вы любите, либо боитесь. Так вот, мы учим, как создать нейронную связь, устойчивую нейронную связь в головном мозге, которая начнет изменять проекцию реальности вашей жизни. Синтез духовных и научных знаний учит, как взаимодействовать с энергосистемами девятью, как научиться жить в состоянии радости, выполняя свое предназначение. Потому что радость в бизнесе приносит вам результаты. Настолько тонко работает человеческое тело, что если вы начинаете улыбаться и активировать определенные центры головного мозга, и которые вырабатывают соответствующие вещества и гормоны, это выводит ваше тело на другой уровень вибраций. Создается другая биохимия. И эта биохимия создает другой резонанс в квантовом поле. И к вам начинают притягиваться другие люди, другие события. Торсистем. Джейль Торсистем. Учит человека, как создавать внутреннее пространство, которое начинает отражать внешний мир. Почувствуйте эту разницу. Вы начинаете гнаться за атрибутами внешнего мира, но в итоге не достигаете счастья. Никто не достиг счастья, только получив какой-то предмет внешнего мира. Никто. Многие думали, что если я выйду за него замуж, я буду счастливый. Или, например, женюсь. Нет. Это только начало построения правильных отношений. Так вот, алгоритм заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки достичь максимального качественного уровня жизни. Можно сформулировать следующим образом. Осознайте свою природу. Подключите, подключитесь к единому, разумному, квантовому полю силе, которая сегодня совершает миллионы биохимических реакций в вашем теле, которая заживляет раны на вашем теле, которая сегодня заставляет вращаться планеты. Это огромная сила, это огромный ресурс. Осознайте себя, как энергоинформационную систему. Подключитесь, устраните блокировки, которые существуют в энергоинформационном поле. Дайте этому потоку войти в вашу жизнь. Вы начнете чаще улыбаться, вы начнете оздоравливаться, начнут происходить настоящие чудеса. В вашу жизнь начнут приходить те люди, которые будут приносить вам благополучие. Так вот, для того, чтобы в минимальные сроки достичь максимального благополучия, а что значит благополучие? Это получение блага. Задумайтесь. Благополучие. Получение блага. Так вот, получение блага происходит от благо дарения. Когда я благо дарю, я благо получаю. Причем приумножено многократно. От 10 до 100. Либо в 10, либо в 100 раз происходит приумножение, в зависимости от того уровня вибрации, на котором вы находитесь. Мы намерены научить вас, как правильно осуществлять благо дарение. У каждого человека, вот у каждого, кто смотрит сейчас этот вебинар, есть невероятный ресурс. И один из таких ресурсов – это речевой центр, который находится в лобной доле головного мозга. Речевой центр отдает команды нашим клеткам. И если вы говорите «ничего себе», клетки, как матросы, получив команду от капитана, они закрывают и задраивают все люки. «Ничего себе», все понятно. В этот момент вы запустили программу самосаботажа. Если вам навязали чувство вины, и вы чувствуете, что вы на самом деле не очень-то внутри хороший человек, потому что у вас есть такие недостатки, такие грехи, такие ошибки, вы снова включаете программу самосаботажа. Но если вы подключаете речевой центр, если вы подключаете сегодня ресурс квантового поля, если вы подключаете сегодня энергию рода, энергию семьи, энергию планеты, то у вас начинает мощнейший рост происходить во всех сферах жизни. Мощнейший. Вы перестаете стоять у Вселенной, перед Вселенной с протянутой рукой, говорить «я хочу этого, я хочу этого, дай мне это, дай мне это». Древние знания говорят «у не имеющего отнимется, а имеющему дано будет». И Торсистом, и Джиэль Торсистом учит вас создать состояние имеющего человека. И устранив эти блокировки, вы начинаете не мешать Вселенной создавать из вашей жизни шедевр. Чудо приходит тогда, когда вы устраняете из своей жизни страх, претензию, обиду, чувство вины. Устранив страхи, претензии, обиды и чувство вины по отношению к жизни, к квантовому полю, к роду, к своему телу, к своей профессии и ко всем этим системам. Вы открываете все заслонки, вы устраняете все блоки, вы переходите в режим других вибраций и вы начинаете работать над увеличением своей бизнес-емкости. И во всех сферах вашей жизни начинает происходить чудо. К вам начинают приходить большее количество заказов, к вам начинает приходить большее количество денег, к вам начинают приходить люди, которые несут вам радость и с которыми вы обмениваетесь радостью. У вас исчезают злокачественные опухоли, у вас исчезают болезни, потому что в систему запущена энергия. Как это делать? Нужно заниматься, заниматься с тренером. Каким образом? Хочу привести вам такой пример. Если вы намерены прокачать свое физическое тело и сделать рельеф, добавить энергии, тонуса, вам, конечно, нужен специалист, который знает, как это сделать. Если вы в течение месяца, двух, трех месяцев будете заниматься со специалистом, а я вам предлагаю позаниматься в течение 108 дней со специалистом, или если вы хотя бы будете в течение 108 дней ежедневно или три раза в неделю посещать спортивный зал, менять нагрузки физические, аэробные, вы обязательно получите результат. И этот результат есть работа новых нейронных связей, которые взаимодействуют с клепками вашего тела на мышечном уровне. А мы предлагаем вам сформировать новые нейронные связи, которые будут взаимодействовать с клепками вашего тела во всех сферах жизни. И в финансовой, и в эмоциональной, и в духовной, и в творческой. Так как же все это делать? Как все это сделать? Принять решение, перестать бегать по кругу, просить у Вселенной дай, 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 и предъявлять претензии жизни, себе и ближней. Это первое. Только устранив это, вы получите дополнительный бонус Вселенной. Второе. И вам нужно понять это. Вы должны разобраться, какие цифры, какие космические объекты, какие энергии и какая волновая частота является вашей персональной. Какова ваша персональная вибрационная визитная карточка? Вы это сможете определять. И не только свою, но и других людей, чтобы говорить с ними на другом языке. Это похоже на знание других языков. Если вы не знаете французский, приехали во Францию и пытаетесь с ними говорить, люди вас не понимают. То же самое происходит с психотипом людей. Если вы разговариваете с человеком на другой волновой частоте, вы не понимаете друг друга. И потом вы не понимаете, почему он вас не понимает. Он вас не понимает, потому что у вас разная волновая частота. В чем ваше предназначение? Вы знаете это? Как построить гармоничные отношения? Все точно, четко, по науке. Как? Не по психологии, которая сама запуталась без древних духовных знаний и сама нуждается в исцелении. А по духовной науке, проверенной на прах. Вы знаете? Вы знаете, что нужно вашему мужу? Вы знаете, что нужно вашему мужчине? Вы знаете, что нужно вашей жизни? Вы можете сказать, что мое предназначение по отношению к моему любимому человеку заключается в этом? Конечно же, это необходимо знать. И вы можете получить эти знания на просторах интернета. Собирая их по крупицам оттуда, 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 вы получите, возможно, какие-то полезные рекомендации. Не сомневаюсь. Но получить систему мощную, работающую, которая позволила уже огромному количеству людей гармонизировать свою жизнь. И такие бонусы, как новый автомобиль, покупка новой квартиры, путешествия и повышение дохода в несколько раз, это всего лишь небольшие доп. опции. По сравнению с тем состоянием счастья, которое вы способны в себе создавать и аккумулировать. Ваш мозг начинает работать в другом режиме. Вы активируете все энергетические центры. За 20 минут, за 40 минут я не открою всех нюансов. Но за несколько часов, за первых несколько часов, я могу точно дать под запись вам совершенно конкретно ту методику, выполняя которую вы реально улучшите все сферы своей жизни. Кроме того, я еще приготовил подарок. И мне так приятно, что вселенная напомнила об этом. Те люди, которые будут в Санкт-Петербурге на нашем фестивале, уникальном, грандиозном. Это будет такой праздник. Этот праздник не имеет цены, он имеет колоссальную ценность. Вот все люди, которые будут там, получат от меня очень мощный талисман, который я привез из Индии. Это настоящая монета, которая прошла со мной паломнический путь в один из самых главных храмов Индии. Я расскажу об этом пути, но самое главное, что эта монета станет инициацией в совершенно новый мир. Мир высоких вибраций. Мир, который я называю миром 7D. Этот мир, где 7 дней в неделю вы находитесь в состоянии радости, любви и благополучия. А есть мир другой, мир низкочастотных вибраций, где люди, независимо от количества денег, от количества знакомств, от своей должности, не становятся счастливыми. Как перейти из мира 3D в мир 7D, мы поэтапно и пошагово будем рассказывать. И завтра, может быть, послезавтра для общего доступа. Но мы будем это раскрывать на нашем фестивале GL в Санкт-Петербурге. Про GL-си. Про GL-си и войди в жизнь совершенно другим человеком. И жизнь начнет одаривать тебя, потому что ты будешь одаривать жизнь. Благодарение и благополучие. В самые короткие сроки это можно сделать тогда, когда ты понимаешь систему. Точно так же, понимая систему, ты в самые короткие сроки можешь прокачать свои мышцы. И физические, и эмоциональные, и финансовые, и творческие. До встречи на высоких вибрациях. До встречи в Санкт-Петербурге. Про GL-си.